так запись пошла добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас интереснейший эфир сегодня в рамках тематики того как было заявлено ранее рубрики как может развиваться республика алтай а заодно и другие регионы мы сегодня проводим интереснейшую встречу с учеными которые нам поведают о том какие есть не о том что есть прекрасная экономическая система по которой мы можем с вами развиваться применять ее в жизни и именно об этой системе нам сегодня расскажут ботвиновский всеволод валерьевич инженер физик кандидат физико-математических наук и гаврилка богдан порфирьевич физик бывшей заедущей лаборатории института математики со ран то есть очень интереснейшие люди и я вам предоставляю слово богдан порфирьевич вы можете говорить добрый вечер всем которые нас слушают я кратенько вот как бы сформулирую ту цель как мы ее видим это очень правильно вы сказали руна что это касательно и алтая и других регионов страны вот и потом всеволод валерьевич уже более детально очертит технологии управленческие технологии это делократические управленческие технологии в отличие от бюрократических повсеместно во всем мире используемых и так кратко как мы видим необходимость пропаганды этих идей эти идеи не наши мы просто свое время познакомились с ними и оценили их колоссальную значимость для человечества вообще почему потому что эти технологии это мечта всех тех кто понимает что без справедливости человечество будет просто уничтожено их цель этих технологий жить в справедливом мире вот и оказалось что в начале мы знали об одной идее самой идеи делократии это юрий игноч мухин бывший зам директора крупнейшего тогда в мире предприятия ермаковского городе ермаке теперь казахстана до металлургического предприятия и именно он предложил для нас впервые вот эту идею делократическую управление производством поначалу а во втором своем материале во втором своем материале это уже после девяносто третьего года вскоре он выпустил эту свою книжку там уже он изложил более продвинута но в смысле продвинута идейно не детально продвинута как управлять государством но векторно обозначил это векторно после этого мы обнаружили что был такой в дагестане чертаев это вот все речь расскажет более подробно вот и когда мы всего этого коснулись то обнаружилось что на самом деле вот эти идеи и делократии в определенном смысле не полностью оказывается были очень успешно реализованы в советском союзе в сталинском советском союзе с 39 по 55 год это еще по инерции с 53 года продолжалось Крущев уже приступил к окончательному уничтожению элементов делократии в 55 году вот и так результаты вот этого эксперимента в советском союзе ну старому поколению хорошо известны молодежь наслушавшись всего того что началось с Крущева у нас в стране она конечно ничего об этом не знает это все сделано специально все было удавлено вся информация об этих экспериментах в советском союзе была удавлена ну вот кратко но мы познакомившись с для меня ошеломляющими успехами эксперимента чертаева мы просто задались целью это нужно срочно развивать и переносить на управление страной то есть не только управление производством что продемонстрировал успешно чертаев там правда не только производством это очень важно не только там были элементы управления обществом ну всей деревне всем селом всей жизни села но это как-то при обсуждении обычно много обсуждают чертаева как-то этого не замечают но я вот подчеркиваю у чертаева было управление всем поселением на базе экономической базе его сельскохозяйственного предприятия ну вот и так наша цель развивать повторяем это не наши идеи мы развиваем чужие идеи по векторам которые тоже другие люди наметили но проявляем если хотите энергию свою и энтузиазм пытаемся сообщать это другим исключительно для того чтобы подключить людей которые бы тоже помогали чтобы мы совместно это развивали и если говорить о вас конкретно аруна поскольку я наблюдаю за вами с некоторых пор и мне представляется что вам бог велел есть такое выражение да бог велел вооружившись всем этим начать с алтайского края с республики виноват начать с республики алтай ну вот краткое вступление вот такое теперь всеволод валерьевич продолжит а потом я буду что-то говорить тоже добрый вечер участникам чата сейчас я расскажу в нескольких словах о производственной системе Магомеда Чертаева социально производственной системе которую он впервые применил на заре перестройки начиная с 1985 года и достиг потрясающих результатов вот его исходные какие были посылки и чего он достиг для начала я скажу значит это эксперимент проводился в селе шукты дагестанские дагестанская сэр акушинский район значит высоко в горах колхоз имени орджиникидзе изначально он был так сказать с давних пор он был дотационные убыточные все время ну в общем в горах высоко в горах очень трудно заниматься сельским хозяйством и иметь какую-то рентабельность жители колхоза жили бедно ютились в лачугах даже без элементарных удобств ну конфликты были межнациональные в общем дело было очень так сказать ну запущено и магомед чертаев талантливый очень он был раньше агрономом экономически был подкован он думал как же изменить это положение дел то есть положение дел заключалось в том что никто не хотел особенно работать вот он вот когда началась перестройка они решились провести свой эксперимент и чертаев понял психологию колхозникам их им не не нравилось работать на предприятии которую они не считали по-настоящему своим значит поэтому чертаев создал модель действующей на базе рыночных отношений но близкую не к советским колхозам а к строю цивилизованных кооператоров о котором в двадцатые годы еще мечтал ленин вот но так ваш звук и камера отключены вам нужно сейчас еще раз подключиться я да прошу прощения попытался войти еще с ноутбука и тут же да все продолжаем да 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 продолжайте значит вот сначала я скажу значит в чем суть в чем суть суть эксперимента заключалась в отказе от наемного труда вот советском союзе особенно в позднем советском союзе была создана система когда она фактически повторяла но огромную госкапиталистическую фабрику повторяла именно капиталистический способ управления производством хотя вроде бы собственность на средства производства была государственная но труд был наемный и производственные отношения ничем не отличались у нас в советском союзе на любых заводах и фабриках и совхозах ничем не отличались от таковых на любом капиталистическом предприятии вот и значит ну фактически царствовал госкапитализм маркс говорил что значит наемный труд это есть характернейшая черта характернейшая черта капитализма который определяет собой все поэтому нельзя сказать что у нас был построен социализм вот чертаев приступил к своему эксперименту и главное что он понял что надо отказываться от наемного труда и он провел красной нитью это дело все в своем эксперименте и это дало потрясающие результаты долгобре причем достаточно большое количество времени этот эксперимент проводился и он постоянно наращивался наращивался результат и привел ну например я сейчас скажу вот с 85 по 96 годы численность работников хозяйства практически не изменилась однако валовая продукция выросла 18 раз за 11 лет урожайность гектара увеличилась в 5 раз посевные площади увеличились полтора раза себестоимость продукции снизилась в 10 раз поголовье овец увеличилось в 3 раза крупного рогатого скота в полтора раза значительно улучшилась техническая база а материальные затраты на обслуживание транспорта уменьшились в 20 раз значит более чем 7 раз сократилось количество управленцев 79 до 11 производительность труда за 11 лет выросла в 64 раза 64 раза и исчезли все проявления бюрократии это что касается производственной сферы достижения достижения в социальной сфере в социальной сфере к 95 году для всех членов союза шукты и за счет средств союза были построены трехэтажные каменные коттеджи более 300 коттеджей люди активно покупали автомобили и бытовую технику все в село провели газопровод ставку сделаю каждый коттедж только коробка его и крыша оценивалась профессиональными строителями в более чем 200 тысяч долларов коробка и крыша это были такие мощные коттеджи а до этого холупки вот эти вот ну совершенно так сказать таких на склонах и так далее есть фотографии ужасающие понимаете ну несравненно изменилась жизнь жителей шукты да село провели газопровод старый клуб переопорудовали в плавательный бассейн я немножко с бумажки подчитываю чтобы быстрее это дело происходило построили новый культурно развлекательный центр и для хозяйственных нужд союз приобрел себе вертолет значит несмотря на то что союз сосредоточил в своих руках крупные суммы это не привело к социальному неравенству благосостояние людей росло относительно равномерно доходы жителей шукты увеличились в 3-4 раза и в 6 раз увеличилась рождаемость в селе все это было достигнуто без финансовой поддержки государства без инвесторов и грантов ну вот теперь я расскажу какие основные принципы применил чертаев для того чтобы вот его хозяйственная модель представлена вот на этой диаграммке ну там плохо видно может быть значит прежде всего надо сказать что люди люди я буду держать подождите богдан парфейдж извините я сам значит самый главный принцип люди продавали не труд а результат своего труда то есть он отказался от наемного труда что значит продавали результат своего труда вот например доярка надоела сколько-то литров молока она продавала колхозу за полную стоимость вот за за какую цену государство сдавал колхоз ей все эти деньги поступали на счет ей именно доярке то есть она лично продавал результат труда но значит когда они переходили к этому к этому методу хозяйствования они собрались и решили всем колхозам установить определенные правила значит половину выручки половину выручки распределял сам работник который делал продукции и половину выручки он отдавал в общий котел для того чтобы нести коллективно траты какие-то значит смотрите вот из своей выручки для того чтобы сделать следующую итерацию производства он сам нес все материальные затраты вот примерно 20% его выручки это он вкладывал в следующую итерацию производства далее после того как из этого было из этого дохода была вычтена доля материальных затрат определенный процент фиксированный выплачивался специалистам и обслуживающим персоналу которые обслуживали именно его участок производства все остальное он значит забирал себе забирал себе чистый его доход да который он мог потратить в магазине или где-то еще вот в фонде коллективного распределения что было главное самое главное это были инвестиции в производство из этих инвестиций в производство они покупали трактора различные материалы ну чтобы эти эти затраты они несли коллективно потому что каждый колхозник сам не мог бы приобрести всю эту технику а здесь они в складчину делали это дело и поэтому значит все это дело могли сделать вот кроме того коллективно они создавали резервный фонд страховой фонд коллективно они оплачивали административную управленческий аппарат пять процентов коллективно они платили значит врачам учителям милиции и были еще значит выплаты на земельные и на имущественные пои имущественные пои это то что чем каждый колхозник владел в колхозе да значит я про руководителя уже сказал вот значит в хозяйстве применялась система трудодолевой собственности вот если человек чем больше он сработал больше выручки получил он вносит значит в фонд коллективного распределения соответственно половину больше из этих из этой половины вейсер какое-то доля идет на покупку тракторов и так далее и вот это его становится собственность Это его становится собственность. У каждого человека была трудодолевая собственность. Чем больше человек внес свои выручки, тем больше у него становилась собственность. Ну вот собственно и все. Вся его модель. Что здесь главное в этой модели? Главное то, что я уже сказал, главный принцип это продажа результатов труда. То есть человек работает не за зарплату, а когда человек, значит такое положение вещей, никто не может поднять норму выработки. Сколько он продал, сколько сделал, столько и его. Второй момент, значит при таком положении вещей, что получается? Если человек произвел, допустим, в два раза больше продукции, в два раза больше. Дело в том, что материальные затраты при увеличении масштабов производства, они в процентном отношении уменьшаются. Да, значит на единицу продукции. Поэтому получается, если он в два раза больше продукции произвел, вот то, что у него остается, это возрастает в три раза, в четыре раза возрастает. Поэтому очень выгодно наращивать производство в том смысле, что доход будет непропорционально возрастать, непропорционально тому, а больше он возрастает. И опять же, никто ничего не отрежет. Вот. Второй принцип главный, это то, что каждый участник производства, он материальные затраты нес сам. Потому что это очень справедливый принцип в том смысле, что если он не сам их несет, то он сам не может присваивать результат труда полностью. Понимаете, да? То есть, этот принцип прекрасно работал, все с этим справились, так сказать, вопросов не возникало. И третий главный принцип делократии, это то, что вот этот принцип продажи результатов труда распространялся на руководителей хозяйства. На руководителей хозяйства. Они получали свой процент, фиксированный процент от доходов всех работников. Они почему продавали результат своего труда? Дело в том, что, значит, как только он получает процент от дохода всех работников, он сразу становится заинтересован в том, чтобы доход этих работников был больше, управленец. И поэтому результат его труда, это есть увеличение дохода работников. Вот в чем, вот, так сказать, вот этот принцип. Ну, в общем, эти вот три принципа, они позволяют, позволили замкнуть систему управления. Он замыкающий. Это, так сказать, три принципа, которые устанавливают власть дела, а не власть начальника над человеком, над работником. Потому эта система и называется делократической. В отличие от бюрократической. В отличие, да, в отличие от бюрократической, где властвует начальник. Да. Вот. Ну, что еще? Давайте. Можно тут свет привести. Так, хорошо, давайте, давайте. Так, сколько времени вы? Так, теперь. Значит, так, основные принципы делократии я назвал. Теперь. Что дает нам делократия? Что дает нам делократия? Ну, первое, делократия дает реализацию главных принципов социализма. От каждого по способности, каждому по приносимой пользе. Не по труду, а по приносимой пользе. Вот это более справедливый принцип. Второе. Отсутствие эксплуатации. Поскольку результат труда не изымается. То есть, по разуме. Да. Значит, поэтому никто никого не эксплуатирует. И третье. Люди становятся заинтересованы в результатах труда друг к другу. Они все работают на конечный результат. И поэтому каждый помогает каждому, чтобы он достиг своего результата. Потому что без его результата не будет общего результата. Поэтому люди... Это обусловливает тягу к кооперации. И очень это дело, так сказать, заметно на отношении управленца к людям. То есть, управленец становится, в отличие от капиталиста, заинтересован не выбрасывать людей на улицу, а подтягивать их к себе. Ибо каждый дает новые возможности в этом производстве. Каждый дает увеличение его личного дохода. Для этого самого управленца. Значит, и при этом он заинтересован в том, чтобы люди повышали квалификацию. Потому что у них большая производительность. У них... Чтобы они были более здоровы. Здоровье у них было. И полноценно отдыхали. И так далее, и так далее. То есть, это формула социализма, фактически. И главное, что, значит, вот эти делократические производственные отношения выжимают паразитов из всей вертикали управления. То есть, паразитов не остается как в среде работников, так и в среде управленцев. Там они просто... Бюрократы, они никому не нужны становятся. Они не получают. Да. Так, ну и что еще? А, ну и самое последнее, что я должен сказать, пожалуй, в этом кратком выступлении, что делократия по существу, что такое делократия? Это система максимального заинтересования человека трудиться. Производить полезный другим продукт. Максимальной мотивации. Ну а поскольку все блага создаются трудом, то делократия это инструмент, который принесет благосостояние обществу. Ну и какова идеология делократии? Я в заключении скажу два слова. Это справедливость. Справедливость в производственной сфере, справедливость в сфере управления. Что, возможно, самое главное есть. Вот что... Все мое выступление. Так. Я продолжу эту нашу тему. Но начну ее... Вот поскольку уже Всеволод Валерьевич охарактеризовал, что такое делократическое управление в отличие от бюрократического, начну все-таки с того эксперимента, который был в Сталинском СССР. Там в самом деле были важнейшие принципы делократического управления, но не всего производства, а только той части производства, которая касалась творчества. То есть она распространялась на изобретателей, на рационализаторов, ну, на инженерного склада людей и на ученых. Очень важно, именно на ученых. Это состояло в том, что этим людям платили не за труд, а именно за результаты труда. То есть они заранее знали, что вот если он сделает то-то и то-то, то он за это получит точно вот такую сумму. Если он сделает лучше, чем это в техническом задании, он получит надбавку еще дополнительно. И за это, то есть сразу же изменилось отношение изобретателей, рационализаторов и особенно ученых к вот этим задачам. Они набросились на эти задачи, особенно ученые, потому что для ученых не было никакого ограничения в зарплате. Если они на работе там получали оклады, то принципиально не было ограничений, сколько он может получать. И они получали огромные деньги и вносили огромный вклад в развитие страны. Космос. Заключали договоры с предприятиями. Да, они заключали соответствующие договоры, по которым получали деньги в тот же день, когда был подписан акт о приеме их работы. Это касалось всех. Вот в этом я не буду дальше развивать вот эту тему. Она в отдельной моей работе есть, эта тема. Так вот, это как раз позволило стране, и уже во время войны, 39-й год началось, и во время войны, и особенно после войны, творить удивившее мир, ну, свершение. Советское экономическое чудо, такой термин есть. Был такой. Он предшествовал японскому экономическому чуду, но он в два раза превосходил по эффективности. Они, японцы, сами признавались, что они все это взяли в Советском Союзе, как раз после того, как Хрущев от всего этого, ну, те, кто стоял за Хрущевым, от всего этого отказались. Да, при Сталине, еще одна тоже очень важная деталь, при Сталине были настоящие делократические предприятия, это машино-тракторные станции. Я сам жил в деревне, помню, так сказать, эти вещи. Они располагались в городах, в районных центрах, и обслуживали все, всю деревню. Трактора, комбайны, сейлки, веялки, эти, как их там, сгребают, которые грибут. Понятно. Да, ну, все-все-все-все. В том совхозе, где я жил, были быки, ну, или их называют, вот, которые транспорт. Была одна полуторка и один ЗИС-105, если кто-то знает, что это такое. Все, понимаете? Остальное это МТС, машино-тракторные станции. Так вот, оплата результата труда машино-тракторных станций состояла в том, что в конце года, после урожая, они получали процент от этого урожая. Понятно, да? То есть чисто делократический. Вот это был уже в Советском Союзе полностью делократический элемент. Что же, да, и еще при Сталине продукцию для потребления населения около 28% делали, в чем широкого, совершенно гораздо в несколько раз, до какой-то, в десятки раз шире, чем, номенклатура шире была, чем у государственных предприятий, тоже выпускавших, например, сапоги какого-то одинакового типа для, ну, массового. Более 80% производили артели, артели. Да, артели, номенклатуры, более 80%, то есть артели и промкооперация. Это фотоаппараты, кинокамеры, телевизоры черно-белые и так далее еще были, и так далее, и так далее. В военное время оружие производили. Я заканчиваю... А это были делократические предприятия? Да, там оплата труда была сдельной. Долевой, долевой оплатой. Ну, да, 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 ну, как, долевой, да. Ну, то есть делократической, уже с сильной степенью делократической. Завершая как раз вот этот элемент про Сталина, это предыстория, которая показала, что перспектива потрясающая. Хотя управление в стране было чисто бюрократическое, но в отличие от обычной бюрократии, в стране был, если хотите, диктатор справедливости Сталин, который брал или заставлял людей, особенно начальство, бюрократическое начальство, заставлял обязательным наказанием, если начальник, ну, скажем так, наказанием за неисполнение его обязанностей. Вот это вот наказание было, все понимали, безусловное, никак сейчас, никто ни за что не отвечает. Все рассыпается, понимаете? Тогда все было строго, и в судах все было строго, и особенно среди начальников. Мой отец был начальником, с детства я всегда бегал ему на работу еще дошкольником, я все это видел своими глазами, но и так. При бюрократическом способе управления это неизбежно. Если мы хотим, чтобы система не рассыпалась, только вот этой вот, так сказать, палкой дисциплины, жесточайшей дисциплины можно начальников построить, чтобы они не разваливали страну. А при делократическом способе управления это все... Там все делает экономика, там чисто экономические рычаги, которые по-другому не позволяют делократии поступать. Но что я хочу сказать, то, что такая была строгость по отношению к руководству, а именно наказание, не позволяла туда лезть людям, ну, скажем, подлым. Понимаете, да? Как очень хорошо сказал Сталин, что не люди портят власть, подлецы лезут туда и эту власть портят. При Сталине туда подлецы просто не шли, боялись. Да. Наказание. Так вот, теперь возвращаясь к тем задачам, которые мы ставим перед собой, к сожалению, пока вот только, можно сказать, с Всеволодом Валерьевичем, надеемся на помощь у СВРовцев в этом отношении, это развитие этих делократических принципов в направлении управления всей страной. Первое, что я хочу сказать, при обсуждении всеми, при обсуждении работы Чертаева никто не замечает, скажем так, замечает, но не акцентирует, не исследует тот элемент, который связан с управлением этим населенным пунктом. Шуты. То есть, на самом-то деле, Чертаев и его ближайшее окружение, эти управленцы, их было несколько, это был, по сути, совет. Совет этого населенного пункта, который решал задачи не только предприятия, это само собой, но и все проблемы и задачи населенного пункта. Ну, целый речь, я говорил, школы, медицина, милиция и все другие. Хоть они... Рождаемость. Да-да-да, рождаемость. Просто заинтересовали, как рожать. Если человек появляется на свет, тут же ему выделяется земельный пай. И в этом... А земельный пай дает пай. Можно на этот пай соответствующие идут дивиденды и так далее, понимаете, не страшно рожать. То есть гарантированно поддерживалась рождаемость этим. И люди этим пользовались, ну, в шесть раз выросла рождаемость. Так вот, возвращаясь к советам. Итак, мы привыкли, да, вся власть к советам. Но реально в Советском Союзе власти у советов не было. Была власть у партии. Сталин дважды интенсивно пытался восстановить. В 1936 году он хотел отодвинуть партию, но его не поддержали. Он дал... Время было такое, знаете, 1937 год, когда расправились с этими врагами. Удалось расправиться с врагами. Но, увы, не удалось утвердить в Конституции положение, что партия не является властью. Она помогает выдвигать управленцев, воспитывать правильных управленцев при бюрократической системе управления страной. И в последний раз это уже перед кончиной Сталина. Сталин снова на пренуме поднял этот вопрос. И было понятно, что Сталин не остановится. Он всей своей жизнью это продемонстрировал. Он умел добиваться своих целей спокойно, без ажиотажа, без... Отстранить партию от власти. Да, и он... Да, его мечта была отстранить партию от власти и ей отставить партии только воспитание управленцев. Хотя это не совсем правильно, но это был все-таки шаг, мощный шаг вперед. Ему именно поэтому он был убит. Потому что его окружение, которое совершенно, кроме Берии, кроме Берии, который просто не лез в партийные дела, был выдающимся управленцем. Космос, ракеты, атомные, ну и так далее, атомные электростанции и все прочее, прочее. Это все Берия. Это был у Сталина именно исполком, как бы при совете. То есть исполнял, ну понятно, был руководителем промышленности, по сути, всей. Показывал, как надо поступать. Ну талантище был, безусловно. Так вот, Сталина поэтому убрали. Ну и Хрущев первым делом, он уничтожил все частные, ну как бы вот эти вот артели, промкооперацию уничтожил и так далее. Колхозы. Да, ну само собой. И все там остальное, убрал МТСы. В деревню выбросили всю эту технику, где не было обслуживающего персонала для ремонта и так далее, и так далее. Не было специалистов, которые умеют трактора вот обслуживать комбайны и все прочее, прочее. Они, все эти специалисты остались в городах. Никто, в деревню практически никто не поехал. В колхозы и в совхозы никто не поехал. И на моих... Колхозы переделывали совхозы. Ну, насчет, я-то в детстве переделывали. Но я-то, то, что я помню, нас окружали колхозы, этот совхоз. Так вот, в этих, в деревнях стали расти горы металлолома из вот этой техники, которую, понятно, не было ни ремонтной базы никакой, ни станков, ничего. Не было даже помещений для хранения этого всего. Вот это делал Хрущев. Хрущев, значит, первым делом убрал вот эту оплату, ну, то есть убрал высокую оплату труда творцов, убрал, резко снизил им эту оплату и, наоборот, поднял оплату начальников. Ну, деталей говорить не буду. Много чего он такого натворил, уничтожая все это. Очень продуманно, очень продуманно. Косыгин окончательно поставил точку, он увел, при Косыгине с подсказки одного Либермана, профессора Харьковского, он, значит, увел, возвратил до сталинскую, до сталинскую оценку экономики, оценку по прибыли, чего не было при Сталине. При Сталине была оценка по снижению производить себестоимости, снижению, вот самое главное, за счет снижения себестоимости, увеличение производства. Это был главный показатель. Увеличение в материальном выражении. В материальном, исключительно, не в денежном. Исключительно вообще деньги при Сталине не имели того значения, как после него. Деньгами оценивалось только количество. Количество, как средств производства в безналичных деньгах и товара в потребительских. Возвращаюсь уже к задачам сегодняшнего дня. Это меня заносит, прошу прощения. Итак, задача управлять населенными пунктами, дальше объединениями населенных пунктов. Это что у нас? Есть села, поселки, города районного подчинения, районные центры. Дальше идут области, состоящие из районов, из областей края, республики и, наконец, страна. Так вот, предложение такое, что управлять местностью какой-то, ну, например, городом, обязан совет. Это власть. Главная власть. Она, ее задача решать стратегические задачи. Управлять делократически. Ну, делократически, само собой. Нет, это вообще все управление. Бюрократические принципы. Север Ильич, когда я говорю управление, я понимаю только делократическое управление. Именно, которое должно заменить бюрократическое управление, когда власть была на самом деле у исполкомов. Как при Сталине, так и после Сталина в СССР. Ну, а тем более сейчас. Власть реальная у исполкомов. А советы при них. Понимаете? Вы, да. Но если, опять не буду, как при Сталине, потому что занесет меня. Так вот, и так я считаю, что власть должна быть у советов. И задача советов анализировать происходящее, заглядывать в перспективу, возможную перспективу, изучать, что справа, что слева, что за границей и так далее. Все лучшее брать себе. Предвидеть возможные такие неприятности, чтобы их не допустить. И формулировать задачу для специалистов в управлении промышленностью, которое будут реализовывать. И управление народным хозяйством, которое эти поставленные советами задачи будут реализовывать. Вот. Идея понятна, да? Итак, это на районном уровне, на областном и выше. До самого-самого вверху. Вот. Какие... Так, по времени я посмотрю. Да, мы уже с вами полчаса выбираем. Главное, это килократия в управлении. Так вот. В управлении, именно управлении, потому что управление обществом гораздо важнее управления народным хозяйством. Потому что это частные случаи управления в народном хозяйстве. Другое дело, что там прекрасно все, можно сказать, подготовлено, отработано для дальнейшего развития промышленности. Что касательно государства, управления государством, ну, будем говорить, обществом, здесь меньше. Ну, вот мы занимаемся продумыванием того, как должно быть. И надеемся на вашу помощь, в частности, на вашу помощь, Аруна. Вы ведь профессионал-юрист. Это очень важно. Ну, вот. Итак, там точно такие же принципы. То есть, любой управленец, ему платят за то, что он выдает, разбивает свое дело на поддела и поручает, или продает, если хотите, вот этот результат, продает следующим, ниже его, тем, кем он управляет. Вот за это управляемые платят управленцу. В том числе и совету. В том числе и совету. Вот эти все детали, я вот сейчас раскрывать не буду, я поглядываю на время. Мы уже где-то полчаса приближаемся, да, где-то говорим. Лучше, если есть вопросы, мы с удовольствием ответим. Но, итак, там цель, все вот эти, о которых говорил принципы делократические, должны быть полностью применены там. То есть, управленец должен быть заинтересован, чтобы управляемые вплоть до производственников, до самых-самых нижних производственников, получали как можно больше своего чистого дохода. Я не все буду называть, отдельные, понимаете? Процент. Все, кто под ним, с самого низа до него, они какие-то вкладывают в его доход свои части. То же самое предприятие, ведь предприятие тоже, каждое предприятие, оно в бюджет своего района, или, ну, региона своего, так будем называть, тоже вносит сумму. Для чего? Чтобы лечили его работников, чтобы учили детей этих работников, чтобы соответствующие службы охраны общественного порядка тоже выполняли свои задачи. Предприятие вносит туда, в бюджет соответствующего уровня. А совет имеет свою часть в этом. И совет полностью заинтересован, чтобы придумать, какие задачи нас ждут завтра, чтобы правильно решали именно эти задачи, чтобы не допустили всяких чрезвычайных этих самых прорывов плотин и так далее, и так далее, потому что они за это будут отвечать. И главное тут такое, если управленцы обычные, ну, исполкомы, так я буду называть, да, там другие термины вообще применяют, ну, не столь важно, если они их наказывают рублем, этих вот управленцам, если они не справились со своей работой, исполнители, исполнители, то советы наказывают не тех, кто их избирает, потому что сейчас выбирают, кого ни по пути, мы не знаем кого-то, он там красивые слова говорит, мы его выбрали, выборы туда идут, вообще говоря, особо, то есть не все выбирают, а те, кто в самом деле разбирается в людях, знают людей, и они выдвигают, квоты есть определенные у культуры, у научных учреждений и так далее, есть свои квоты там, есть у производственников свои квоты, но совет выбирают не все, но оценивают работу советов все, например, районный совет, весь район голосует, удовлетворены поощрить за хорошую, наказать, причем всех одинаково, весь совет, чтобы не было, знаете, потом разбирательства, кто в этом виноват, кто больше, кто меньше, нет, всех одинаково, всех одинаково поощряем, ну, оставляем без последствий, все как есть, и всех наказываем, вплоть до, если серьезные были у них проколы, они что-то не предусмотрели и так далее, и так далее, не переняли очень полезный соседский опыт или где-то там, который есть и так далее, вот, потому что они обязаны конференции устраивать, обмениваться опытом, друг другу помогать, все советы, так вот, наказывать их вплоть до уголовной ответственности, всех одинаково, всех посадить на гоно, это решает общество. Владимир Порфирьевич, ага, спасибо, в принципе, все понятно, основа понятна, я абсолютно вас поддерживаю в том вопросе, что когда, я даже писала статьи об этом, о том, что действительно наиболее эффективная система управления, это кооперативно-артельная, и вот сейчас вы через примеры делократии это показали. У меня только один вопрос, на который прошу тоже коротко ответить, как вы думаете, в рамках существующей системы, которая есть сейчас, возможно ли применение делократии, то есть насколько мы, я понимаю, вот вы говоря про советы, да, это идеальная форма управления, про которую и я говорю не раз, и единомышленники о том, что действительно, если мы говорим про процветающее государство, где заинтересован, где интересы народа в первую очередь, то это, конечно, должна быть государство, выстроенное в форме советов, но вот сейчас, в рамках существующего государства, в рамках существующих условий, насколько возможно применить те принципы, о которых вы говорите? Вначале я отвечу, Селу Велича наверняка добавит, я убежден, Селу Велича в этом тоже убежден, что нужно начинать снизу, с производства, и это труднейшая задача, потому что рабочие будут сопротивляться, им гораздо расслабленнее, вообще говоря, жить при... Получать зарплату. Да, получать зарплату, то есть жить при бюрократической системе, и тут нужно искать управленцев, которые осознают важность делократического управления для выживания народа в России. Это первое. Второе. Вы, как юрист, должны взглянуть на возможность подниматься выше правления, на так называемые регионы, как это называют, особо управляемые регионы, термин есть юридический, китайцы этим сейчас у нас опишающие развитие. Надо взглянуть на законодательство относительно территории опережающего развития и тоже снизу начинать. Попытаться, у вас особенно, ваша борьба за объем территории Алтайской республики, этими всякими так называемыми туристическими базами и все прочее, пока что туристическими, а что дальше будет, это вытеснение местного населения, это очевидно. Так вот, и так, вот нужно обязательно двигаться, но впереди, на мой взгляд, должна идти пропаганда, нужно нас всех объединять, а то мы всех, там, кто левые, кто правые, правда, правые называют это те, кто не правые на самом деле, потому что они хотят прав только для себя, а левые, которые хотят для всех, почему-то себя называют левыми, ну да бог с ним, важно то, что вот эту пропаганду нужно вести, и она нас всех объединит, обратите внимание, мы же не говорим ни про какую идеологию, мы ведь говорим только про экономику и справедливую экономику, правильно? Если нас это все в головах объединит, поверьте, я убежден, что нас не остановят. Да. Ну, два слова я добавлю, значит, я согласен с тем, что надо начинать снизу, надо, значит, распространять эти идеи, чтобы люди объединялись на кооперативных принципах, значит, надо показывать преимущество этих кооперативных принципов, надо показывать преимущество даже управления для тех бизнесменов, которые до сих пор привыкли управлять, но как капиталисты, у них есть немалые преимущества в переходе на делокритические принципы управления, немалые, то есть они в любом случае всегда остаются не в пролете, они всегда в безопасности находятся, у них сваливается целая гора обязанностей из плеч, потому что каждый человек при делократическом производстве он становится заинтересован производить и не из-под палки производить, вот, но главное сейчас понять, значит, вот для того, чтобы организовывать вот эти делократические предприятия, артели фактически, в какую правовую форму это можно обернуть, для того, чтобы это было безопасно, прежде всего, для самих этих производств, для самих организаций, вот это вот очень важная вещь, когда мы это поймем, ну, уже начинаются какие-то подвижки в этом направлении, тогда дело пойдет легче, потому что люди не будут бояться просто, что их разрушат, наедут, так сказать, конфискуют, что-то, рейдеры и так далее, вот, но что касается управления, надо переходить, конечно, надо искать эти самые способы, есть предложения, есть схемы, делократические, которые уже и применялись, и которые могут применяться, ну, и вот в этом отношении, наверное, здравую идею сказал Богдан Порфирьевич, подал, что попробовать это применять прежде всего на территориях опережающего развития, там, где, так сказать, администраторы территории могут что-то хоть сами изобретать и внедрять, начинать, делократически управлять свою территорию. А схемы есть, да, очень такие интересные, но там главное, что, главное, что при делократическом принципу управления все платится снизу, не сверху, не налоги изымаются, не налоги изымаются для того, чтобы распределить в качестве зарплат, а просто-напросто, когда делается какой-то продукт и, значит, все, всем платится снизу, значит, вот это, вот так сказать, деньги поднимаются снизу, платятся конечному исполнителю, а вот, а он, значит, оплачивает труд управленцев все более и более, и они передают наверх, и таким образом управление становится заинтересованным в том, чтобы социум жил нормально, социум главный. И вот это поднятие оплаты и поднятие делократии вверх должно идти как бы за этим поднятием денег туда, им. Я хочу добавить вот какую вещь в этом отношении. Я обратил внимание, что, да и вы все, обращаете наверняка внимание, что поколение старшее, старшее поколение, оно как-то говорит, вот, мы за СССР, мы за социализм, но не видит разницы между социализмами, сталинским, хрущевским, брежневским и так далее. Понимаете, это плохо. то есть они плохо понимают, что такое подлинный, каким должен быть подлинный социализм, вот, и просто говорить, мы за СССР, это неправильно. Возвращаться к тем СССРам, которые были после Сталина, совершенно не стоит. Почему? Потому что любое государство, любое общество, стремящееся к справедливости, но управляемое делом, бюрократически, обязательно развалит. Почему? Потому что бюрократизм не в состоянии бороться с зарождающимся паразитизмом, с развивающимся паразитизмом, понимаете? Крах таких государств, когда уходят энтузиасты, которые такие, как Сталин, при нем были, они неизбежно уходят, потому что их держали на плаву идеи, внутренние идеи о, ну, как сказать, справедливости и так далее, и так далее, а после них приходят уже те, которые поглядывают как бы получше жить. То есть потенциальный паразит, а потом окончательный паразит. И так нужно вот в этом смысле значит обратить внимание, во-первых, старших людей, ну, немножко им утриски в голове, что должен быть правильный социализм в будущем. ваших. Владимир Порфиревич, я думаю, эта тема тоже такая. Да, заканчиваю. А вот молодежь меня удивила, вы знаете, она очень отзывчива на эти темы, мы вышли на такую молодежь, и они уже просто требуют от нас, давайте, давайте материал, вот, понятно, да, и просто ваше внимание обращают, что вот молодежь оказывается очень отзывчива на эти идеи. Это прекрасно, это радует. Огромное спасибо вам за этот интереснейший материал, за передачу этого опыта. Действительно, вы сказали о потрясающих результатах, которые были, можно сказать, в нашей современности, до современной России, 90-е годы, это, в принципе, то, что мы еще все с вами застали, и то есть это показывает, что, в принципе, в существующих условиях при желании можно организовать удачное, успешное производство и вот эту модель экономики, ее просто внедрять. Поэтому я выложу ссылочки на статьи, ссылочки на тему делократии, и для тех, кому интересно более подробно изучить эту тему, пожалуйста, изучайте. Я думаю, что такие методы, такая практика, такой опыт, он нам обязательно необходим для того, чтобы мы действительно понимали, а к чему мы можем стремиться, как мы можем выстроить нашу экономику, потому что, даже если говорить про российскую экономику, существующую сейчас, к ней очень много вопросов, и многие экономисты говорят о том, что необходимо срочно действительно переформатировать, в принципе, кардинально изменить, кардинально изменить экономическую модель России, иначе мы скатимся в кризис и разрушение. Огромное спасибо вам, Богдан Порфирьев, Силот Валерьевич, до, я думаю, мы еще встретимся с вами, сейчас просто формат эфира не позволяет раскрыть тему полностью, однако, еще раз говорю, если вы запишите даже вот какое-то видео, мы с вами обговаривали, с более такими подробностями, да, мы, конечно, будем очень, так скажем, ну, я думаю, изучим, и эти все ваши предложения будут приняты во внимание. Что-то еще хотели сказать? Ну, буквально минуту, потому что у нас все уже по времени. При таком делократическом социализме, скажем так, вопрос о собственности совершенно не стоит. При таком социализме никто не заинтересован иметь свою собственность. Это экономически невыгодно. Она всегда будет принципиально коллективной. Это важно. Любой, может быть, на самом деле, какой удобный. Это не принципиальный вопрос. Главное, отказ от наемного труда. Ну, это верно. Но самое главное, сейчас спорят о том, кому принадлежит производство и так далее. Не будет там этих вопросов. Им нет, им там нет места. Спасибо. Спасибо огромное за ваш энтузиазм, за то, что видно, что вы душой болеете за этот вопрос. Таких людей у нас сейчас не так уж много, поэтому спасибо, что вы свое дело продолжаете. Тогда всего доброго. Запись я выложу, тоже распространяйте. И огромное еще раз спасибо всем, кто тоже нас слушал, применяйте эти очень полезные и нужные навыки. Я думаю, для Республики Алтай мы тоже очень много интересного можем взять, тем более в рамках нашего региона, такого дотационного, в рамках как раз развития сельского хозяйства, мы сельскохозяйственный регион, очень даже много можно взять себе на вооружение. Спасибо огромное. до встречи. Всего доброго. Огромное вам спасибо также, Аруна. И надеемся на продолжение и на вашу помощь в развитии делократии управленческой. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...